На одном из уроков у меня спросили, а как можно вставить логотип в фотографию. Вот давайте на примере я вам это и покажу. Для этого нам нужна фотография, ну и естественно и сам логотип. Возьмем фотографию вот этого котика. Подводим курсор на фотографию. Жмем правую кнопку мыши. Открыть с помощью. Переходим и выбираем Paint. Кликаем. Фотография кота открылась в графическом редакторе Paint. Теперь давайте в нее вставим логотип. Для этого верхнюю панельку переходим влево. Где вот вставить. Кликаем. И в выпавшем окне нажимаем вставить из. Переходим в папочку где у вас логотип. Кликайте. Вот логотип у вас появился. Затем вы мышкой переводите в то место, которое вы хотите. К примеру вот сюда. Если, допустим, логотип слишком большой, вы можете подвести курсорчик к самому краю. Вот, когда стрелочка такая появится. Кликайте левой кнопкой мышкой и держите. И ведете, к примеру, вот так. После того, как вы логотип установили, просто кликните по фотографии. И получается, что у вас фотография уже с логотипом. Теперь осталось только сохранить. Опять же, переходите в верхнюю панельку. Кликайте. Сохранить как. Выбираете, к примеру, джедай. Вот у меня тут джедай код. Допустим, 2 будет. И кликайте сохранить. Может быть такой случай, что вы там случайно нажали, и этот логотип у вас не там встал. Значит, всегда вы можете отменить это действие, нажав вот здесь вверху на такой значок. Отменить. Видите, раз логотип исчез. Когда вы логотип этот вставили, вы можете его повернуть, скажем, на 90 градусов. И вставить вот тут вбок этой фотографии. Для этого переходите в панельку сюда вверх, вот повернуть. Нажимаете. Повернуть на 90 градусов влево. Вот развернули. Взяли теперь курсочком, подвели, к примеру, вот так вот. И опять же кликните по фотографии. Все, и получится, что у вас уже будет фотография. И справа будет такой вот логотипчик. Точно так же сохраняйте. Сохраняйте. Jedi Code 3 напишем. Сохраняйте. Теперь это можете... Редактор закрыть. И посмотреть, что у вас получилось. Jedi Code. Видите, с логотипчиком. Точно так же тут и ссылки. Можно вставлять все, что угодно. И не обязательно для этого пользоваться фотошопом. Все это можно делать в графическом редакторе Paint. Надеюсь, кому-то этот урок был полезен. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok